Доброе утро! Мы продолжаем. Сегодня утром наш корреспондент Николай Корнеев будет танцевать кизомбу. Вот такой вот очень модный танец на разных вечеринках. Его танцуют и совсем скоро Коля тоже сможет отправиться на подобную вечеринку. Коля, доброе утро! Ну что ж, кизомбу называют танец страсти. Что же самое главное? Катя, привет! Да, кизомбу – это танец страсти, и он появился в 80-х годах в Банголе и начал постепенно завоевывать мир. Сегодня это просто дико модный танец, и меня наконец-то научат хоть каким-то движением пристраститься к прекрасному. Со мной педагог Василий Ляшев и Елена Бершина. Доброе утро! Так, друзья, расскажите, вот этот танец страсти, с чего же начать? В принципе, мы можем начать с базовых шагов. Вам как минимум нужна будет партнерша, потому что кизомба – это парный танец, в первую очередь, поэтому нужна девочка для этого и мальчик, соответственно. Вы мальчик, да? У нас есть прекрасная партнерша у Вас. Сегодня будем учить базовые шаги, да, и на основе этих базовых элементов уже построим танец. Так, ну самое главное, чтобы меня позориться, правильно? Конечно, конечно, конечно. Окей, итак, я готов приступать, давайте начнем. Поехали. Можно музыку? Начнем с базовых шагов, да? Сначала мы встаем на правую ножку, ножки вместе, да? Вес у нас на правой ноге. Начинаем с базового шага, левая ножка идем вперед. И раз, два, и три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. И у нас. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Это базовые шаги. Похоже на медитацию. Да, на самом деле, вот барабан, они остаются в данном сердце. Изначально, потому что это было глубоко, да, что учуют в семье, да, в семье, то есть там нету разделения какого-то, да, вот, ну... Страстный семейный танец такой. Именно так, да, очень страшный. Самое главное, что когда партнеры родственники вместе, да, они максимально находятся в контакте, да? Давай покажем еще. Давайте, поехали, да. Уголочек, да? Мы идем с левой ножки вперед. И раз, в сторону, в правую, в сторону, приставочка. И базовый шаг. И раз, два, три, четыре, семь, восемь. Раз, два, уголочек. Раз, два, три, пять, шесть, 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 шесть. Лиза. Лиза. Это какая-то чемпиональная фирмбинация, мне кажется. Да, да. На самом деле, это очень сложно. Покажи последнее упражнение, у нас осталось, может быть. Отлично. Смотрите, можно делать саид, да, это выход из линии, то есть мы идем. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Еще раз. Поехали. Так, это такая специальная-специальная проходочка, да? Да, да, это выход из линии, она обходит в девочку. Поехали еще раз. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Друзья, я хочу сказать, что со стороны это выглядит очень легко, но на самом деле, поверьте, это очень сложно. Сложная, сложнейшая комбинация этого модного танца. Вы не переключайтесь, потому что через полчаса мне наконец-то поставят спарринг. Да. Посмотрим, что из этого получится. Конечно, да. Поехали. Да. Коля, это еще не трудно. Вот то, что дальше, когда ты будешь в паре танцевать, вот это по-настоящему будет трудно. Ну что же, продолжаем учиться танцевать кизомбу и ждем какой-то интересной информации о шагах и движениях. Давай на меня. Друзья, вот я стою один здесь в эпицентре кизомбы и очень тоже хочу научиться танцевать. И не знаю, с чего же начать. Может быть, мне кто-нибудь подскажет? Да, конечно. Начать нужно с того, чтобы нужно правильно привести к партнершу. То есть, если ты пришел на вечеринку, чтобы вот так вот тупо не стоять, как я сейчас стоял, нужно правильно к ней подойти. Да, конечно, конечно. Показывай. Пойдем. Вот у нас есть прекрасная партнерша, да. Нужно как минимум притянуть ей ручку. Можно правую. Да, отлично. Сближаетесь. Так. Берешь ее вот так вот, да, и вот этой ручкой обнимаешь ее за дальнюю лопарочку. Так. Отлично. А где моя партнерша? Отлично. Дальше. Нужно все это совместить с нашим базовым шагом, который мы уже учили до этого, да? Так. Поехали. И в сторону приставка, в сторону приставка. В сторону приставка. Да. Да, отлично. Поехали уголок и вперед. Вперед, в сторону приставка. Раз, два. О, у меня получился уголок. Базовый шаг. Ага. Так. Еще раз уголок. Поехали. Раз, два, три. Да. Можно так геометрию изучать. Конечно. Так. Поехали в выход, да? Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Давай еще раз выход. Крутой танцор. Поехали еще раз. И раз, два, три, четыре, выход. Да. Отлично. Какие еще движения можешь показать? Смотри, движения есть еще такие, да? Можно делать восьмерочки на месте, да? То есть ты будешь просто переходить с ноги на ногу, да? А девочка в этот момент будет крутить бедрами, да? И выписывать восьмерочку. Девочку, если что, зовут Елена. Да. Так. Елена. Елена. Партнерш я и ноги. Ты готова? Мне очень жаль твои ноги. Потому что мне на ухо наступил медведь. Еще так же наступил мне на ногу. Ну, давай попробуем. То есть выписываем восьмерочки, да? Да. Начинаем с левой ножки. Поехали. И раз, два, три, четыре. Медленно, да? На два счета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, отлично. Так, я знаю, что есть еще такое понятие, как волновки зомбов. Конечно, да. Это самое красивое, наверное, движение, потому что это такое... Коля, спасибо. Продолжим изучать. Может быть, даже с Катей пару движений тоже попробуем выучить. Смотри, сделайте мы в следующем выпуске. На следующем выпуске. Коля, еще раз доброе утро. Ну что, настало время парного танца. Да, Никита, я уже танцую в паре. Моя прекрасная партнерша, ее зовут Елена. Я хотел бы напомнить то, что кизомба переводится с ангольского, как медленно следовать. Вот что я и пытаюсь, на самом деле, сделать. И мы остановились на чем? На изучениях восьмерки и волн. Давай, рассказывай, показывай сразу на мне, телезрителям. Телезрители, если даже дома нету партнера, берете спокойно какую-нибудь, я не знаю, швабру, например, и пытаетесь делать волны и восьмерки. Так, Василий, рассказывай. Волны и визеркал. Смотри, чтобы сделать восьмерочки, да, нужно просто переносить вес с одной ноги на другую, да, да, и обратно. Соответственно, у девушки ходят бедра, да, и вырисовывают восьмерочку на полу. Ага. Так, а что такое тогда волны? Волны, соответственно, ты выталкиваешь коленом ее ножку, да, соответственно, у нее бедра уходит назад, и ручкой ты ее забираешь, да, и получается волна в бедрах. Друзья, вы знаете, мне Василий, мне тут Василий за кадром уверил, что кизомба на самом деле семейный танец. Вот у меня через две недели юбилей про бабушки, я думаю, что с ней нужно обязательно будет повторить эту семейную страсть. Да. Друзья, на самом деле, пока вы смотрели новости, мы с Еленой изучили, выучили поддержку, и сейчас вам ее продемонстрируем. Итак, готовьтесь, мой первый парный танец в мире. Елена, ты готова? Я готова. Ты за все простишь меня? Конечно. Хорошо. Друзья, ну, на самом деле, это все детские шалости, я думаю, сейчас нам Василий с Еленой продемонстрируют, как это делают настоящие, не побоюсь этого слова, кизомберы. Друзья, передаю вам слово, покажите мастер-класс. Еще раз напомню, что кизомба, это танец, пришел к нам из Анголы, появился он в 80-х годах, танец страсти, а также медленного следования. Есть две кизомбы, одна европейская, и сейчас вы видите европейскую кизомбу, есть еще ангольская, и как ни странно, анголы не признают европейскую, а европейцы не очень любят танцевать по-донгольски. Ну вот, почти то же самое я повторил буквально минуту назад. Друзья, ну, а я вам предлагаю этим утром присоединиться к этому танцу кизомба и вместе с нами, вместе с нами открыть эту утреннюю вечеринку. Еще раз добрым утром, и мы с вами прощаемся. Коля, спасибо, и я вот тоже присоединюсь к этому танцу чуть позднее дома вместе с супругой. Попробуем вам освоить движение. На первый взгляд, все не так и сложно. Попробуем вам.